Арина Лукьянцева Мы пришли в спортивный центр «Эффект». Продолжайте смотреть. Художественная гимнастика – это олимпийский вид спорта, суть которого заключается в выполнении гимнастических и танцевальных упражнений под музыку, с предметом или без него. Родиной художественной гимнастики как вида спорта считается Россия. В 1934 году Институт физической культуры Ленинграда открыл первую высшую школу художественного движения. Однако родословное этого направления тянется с XIX века, так как художественная гимнастика стала зарождаться с танца. Большой вклад в развитие художественной дисциплины в XIX-XX веках совершили Франсуа Дель Сарт, Жорж Домини, Эмиль Жак Далькрос и Асидора Дункан. Творчество этих людей стало основой для возникновения художественной гимнастики. В 1980 году Международный Олимпийский комитет включил художественную гимнастику в список олимпийских видов спорта. Спустя четыре года в Лос-Анджелесе провели Олимпийские игры, в которых художественная гимнастика дебютировала. Первое олимпийское золото завоевала канатка Лори Фанк. В 1988 году на Играх в Сеуле советские гимнастки завоевали золото и бронзу. Изначально соревновательные выступления проводились только в индивидуальном состязании. В 1996 году на Олимпийских играх в Атланте прошло первое соревнование в групповом многоборье. Поскольку мы, клуб, состоим в Федерации художественной гимнастики Москвы, мы работаем по всем канонам и правилам этого вида спорта. Наша основная задача соответствовать современным требованиям этого вида спорта. А сколько сейчас детей занимается у вас в центре? По художественной гимнастике порядка 180 человек. Родители выбирают этот спорт для своих детей, потому что он развивает гибкость, координацию движений, моторику, музыкальность и творческое мышление. Занятия художественной гимнастикой формируют уверенность в себе, дисциплину и целеустремленность. Девочек гимнастик, их видно издалека за счет того, что у них красивые плечи, длинная шея расправлена и другая походка даже, чем у остальных детей. Мы живем гимнастикой, мы подстраиваем под гимнастику все праздники, отпуска, каникулы. Мы тоже планируем с учетом тренировок и соревнований. Приходится жертвовать выходными, так как мы ездим на соревнования. Соревнования бывают в 9 утра, ты туда приезжаешь в 6 утра, ну не в 6, там в 7, встаешь в 5, чтобы это все подготовить ребенку. Много жертв от родителей. Самое главное, что дети этого хотят, им нравится. Это же самое главное, чтобы дети были счастливы. Мы столько много времени уже ходим, что у нас как настоящая семья стала, все дети дружат друг с другом. Родители тоже очень дружат друг с другом, поддерживают. Мы здесь рядом живем, это самый большой плюс. У нас самый замечательный тренер, мы его очень любим, и дети его обожают, и родители. Мы прям за нее. Самый главный тренер для детей. Роль тренера в художественной гимнастике действительно очень важна и многогранна. Хороший преподаватель обязан быть не только отличным спортсменом, но также талантливым педагогом, наставником, психологом, мотиватором и старшим другом. Он составляет программу тренировок, планирует соревнования и оценивает прогресс подопечных, а также отвечает за здоровье и безопасность спортсменок. Большое внимание тренер должен уделять подготовке гимнастке, чтобы гимнастка не получала таких травм. Если гимнастка не заточена просто, допустим, на выполнении какого-то сложнейшего элемента, нужно подождать, нужно потихоньку к нему подходить. Не нужно сразу кричать, требовать, ругаться, почему-то не делаешь. Нужно постепенно понять, с чего начинается этот элемент, как он может дальше развиваться, и есть ли развитие, стоит ли вообще трогать этот элемент, чтобы не получить травму. Художественную гимнастику по праву можно назвать одним из самых ранних видов спорта. Оптимальным возрастом для начала занятия считается 3-4 года, так как в это время мышцы и связки у детей очень пластичные, а тело легко адаптируется к тренировкам и постоянной нагрузке. И в таком случае в будущем становится проще достичь спортивных успехов. Так юная Виктория к 6 годам уже успела завоевать 16 медалей. Могу делать захват, групповые, программа, обруч, лента, булавы. Потому что я хочу чемпионок России стать по-гимнастике художественной. Она обожает показывать все то, чему научилась. Что ты умеешь уже делать? Кодзиночку, колечко, шпагат. Я еще умею делать мосточку. Да, мостик пытается. Пока вот, ну, ходим полгода, конечно, результат уже есть. Мы для своих детей же выбираем самое лучшее, тем более, когда они такие маленькие. У кого не попросили рекомендации, все говорят, что эффект виден в самой лучшей группе. Как правило, мы принимаем всех, но здесь дальше идет у нас уже на мнение тренера градация по группам. То есть можно пригласить ребенка в какую-то одну группу, но тренер видит, что ей нужна группа, например, и сильнее, или чуть попроще, чтобы ребенок комфортно себя чувствовал в той среде, где она будет среди равных и не будет как-то себя чувствовать ущемленной. Ну, основной набор идет с трех с половиной лет до примерно семи. Это первый год обучения, такие классические группы первого года. Но также к нам обращаются и девочки постарше в группы различной подготовки. В своих выступлениях гимнастки используют предметы. Основными являются лента, мяч, обруч, булавы. И с начала этого года добавилась еще скакалка. Упражнения с мячом считаются наиболее красивыми и грациозными. Благодаря плавным перекатам и контрастам, с которыми подбрасывается и ловится мяч. Размер определяется индивидуально по росту гимнастки и размеру ее руки. Очень важно, чтобы мяч было удобно держать, иначе выполнение упражнений сильно усложняется. Лента – самый сложный элемент, так как ее поведение во время тренировок и выступлений очень непредсказуемо. Кроме того, существует ряд непростых правил. Лента всегда должна находиться в движении. Гимнастки должны выполнять ей в воздухе только определенные рисунки. Лента не должна касаться тела спортсменки. С обручем гимнастки могут выполнять наибольшее количество упражнений. Различные вращения, перекаты, подбрасывания, прыжки и махи – все это доступно спортсменкам в разных вариациях. При работе с булавами требуется усиленная концентрация внимания, поскольку упражнения подразумевают манипуляцию сразу двумя предметами. Основные элементы – это жонглирование, броски и мельницы. При их выполнении важно сохранять равновесие. На выступлении со скакалкой, как и с булавами, ценится динамичность и скорость. Необходимо очень строго следить за соблюдением плоскости – боковой, лицевой, горизонтальной – и направлениями кругов и махов. При малейшем нарушении этого условия становится невозможным выполнение дальнейших движений с вращением скакалки. А чем вас привлекает этот вид спорта? Очень женственный, красивый. Интересная работа с предметом. Просто нравится. Какой любимый предмет? Гуава – скакалка. Почему? Хорошо получается. Я с детства пластичная. Вот меня решили отдать именно в этот спорт. На каникулах тренируюсь по 6-8 часов, в обычные дни по 5. Мне дали огромный скачок роста. Я научилась многим вещам. Меня научили справиться с волнением. Эмоции добавили в меня. Также я выхожу на ковер и понимаю, что я готова выступать. Мне ничего не страшно. У меня любимый предмет – это обруч. Он у меня всегда набирает больше всего баллов. Он самый продвинутый у меня, самый точный и самый красивый. Год идет за годом. Юные перспективные девочки вырастают в зрелых мастеров, завоевывают награды и покоряют сердца зрителей. Однако конкуренция в художественной гимнастике крайне высока. Поэтому давать слабину нельзя ни на секунду. Приходит 10 детей. Из 10, вы знаете, может только 2 человека, 2 девочки выбиться, потому что хватит терпения и у родителей, и у ребенка. И если у ребеночка уже есть какой-то стержень, если есть много желания, мама погладит, вот там няня погладит, мама, папа, вот там пожалеют. А на тренировку ты пришла тренироваться. А что делать родителю, если ребенок приходит домой после тренировки и все, и плачет? Ну, ничего страшного. Это надо пережить. Сегодня поплачет, завтра посмеется. Ко всему нужно просто подходить, объяснить, что вот, понимаешь, не все в жизни бывает вот так вот. И выигрывать будет только тот, кто справится сам с собой, с трудом, с нагрузками. Ну, пока не ушла Дина Аверина из спорта, я равнялась на нее. Мне очень нравятся Владислава Шаронова и Лала Комаренко. А в будущем вы хотите повторить их триумф? Если честно, да. Да, мне очень нравятся. Четыре тренировки по 4 часа, и вторник и четверг у нас идет хореография по полтора часа. Если ты увлечен этим делом, то у тебя будет все получаться, и ты будешь все успевать. Мы очень благодарны родителям за то, что они отдали в этот прекрасный вид спорта. Художественная гимнастика отличается высокими требованиями. Вес спортсменки влияет на ее способность контролировать свое тело и позволяет безопасно выполнять упражнения. Слишком высокий затруднит выполнение элементов и даст дополнительную нагрузку на суставы. Слишком низкий тоже не так хорош, как кажется. Организм может не выдержать интенсивных тренировок и упражнений. Тогда появятся проблемы со здоровьем. Поэтому форма гимнастки регулярно и очень тщательно оценивается и отслеживается. Есть определенная таблица гимнастическая, где прописано возраст, рост, вес, какой должна иметь гимнастка. Да, это не идеальная шкала. Можно чуть побольше, чуть поменьше. Главное, во-первых, у каждого свой вес. Потому что может девочка быть и немножко, да, полноватой или нефактурной, но она будет прыгать или будет вращать, и ей это мешать не будет. Питание должно быть обязательно очень разнообразным. Нельзя зацикливаться. Вот мы едим рыбу, мы не едим мясо. Ребенок, у вас ребенок. Ребенок должен все поглощать и употреблять в пищу. Сок. Хочет она сок. Купите ей сок. Но не литр. Коробочку. Все. Хочет она шоколадку. Дайте ей шоколадку. Но не всю, а плиточку. Все это. Это все в меру. Соревнование – это важный и неотъемлемый этап в жизни спортсмена. Он оказывает существенное влияние на развитие и становление ключевых спортивных и личностных навыков. Это возможность проявить себя, взглянуть на других, получить честные оценки и открыть перспективы дальнейшей деятельности. Как часто ездите на соревнования? Почти каждую неделю. Да, бывало то, что даже могло быть три недели подряд соревнования на каждых выходных. Ну а так в месяц по два-три соревнования будет. Не волнуйтесь перед выходом на ковер? Есть такое. Но тренер помогает. Да, поддерживает. Родители, тренер всегда рядом, поддерживает, волны не есть, но оно сразу проходит. Расскажите, что чувствуют родители во время побед ребенка? Ой, это непередаваемые чувства. Это такая большая гордость за ребенка. С учетом того, что мы знаем, какую проделал ребенок с тренером работу и сколько мы сил вложили в это. И, конечно, гордость. Были травмы, но всегда справлялась и шла дальше. Скажи, как борешься с волнением перед выходом на ковер? Разговариваю с предметами, как это ни странно. И просто прям изнутри говорю себе, все спокойно, все хорошо, как на тренировке. Я делаю вид, что я никогда за них не переживаю, не волнуюсь, потому что я не должна показывать ни капли волнения. Мне не должны трястись коленки, когда они выступают. Но внутри творится буря. Набор «Спортивный клуб «Эффект» ведется круглогодично. Условия занятий соответствуют самым высоким требованиям художественной гимнастики. Спортсменки дополнительно занимаются хореографией, а также регулярно ездят на спортивные сборы. Кроме того, тренеры клуба проводят бесплатные занятия для учеников Видновской школы номер 9, вне зависимости от возраста и уровня подготовки. В сотрудничестве с департаментом образования города Виднов, с администрацией Ленинского района, у нас был заключен договор. Нам предоставили возможность работать в залах этой школы. При этом мы осуществляем уже на протяжении всех 7 лет нашей деятельности работу с школьниками 9 школы. Порядка 40 человек в год обучаются в нашем клубе гимнастике бесплатно. Причем это полноценные, совершенно серьезные занятия. Девочки получают подготовку от наших тренеров полноценную. Они сдают аттестации, участвуют в различных мероприятиях школы. По желанию и тех, кого тренер, например, отметил, заметил, родители готовы, переходили в коммерческие группы и развивались там, получали спортивные разряды. То есть ничто здесь не ограничено. Для кого-то возможность прийти в гимнастику в 7, 8, в 9 лет стала шагом к большому спорту. Это так. Художественная гимнастика позволяет раскрыть потенциал, развить физические способности и сформировать волевой характер. Ко всему прочему, этот спорт учит креативности, эмоциональной выразительности и артистизму. Гимнастка может быть суперодаренная, со всеми данными. Все у нее тянется. И ноги, и руки, и стопа. Но если вот здесь нету, вот это беда. Есть индивидуальные занятия. У нас несколько форматов. Родители все в курсе. То есть, ну, можно индивидуально заниматься, но также часто практикуются занятия в двойках, в тройках. Они даже бывают иногда более эффективны. Но все зависит от цели, которую ставит тренер. Художественная гимнастика на сегодняшний день является одним из самых популярных видов спорта. Зачастую решающим фактором для начала занятий становится финансовый вопрос. Касаемо ценовой политики нашего клуба, она не меняется уже практически пять лет. Мы стараемся держать здесь вот этот уровень, потому что мы понимаем, что это все-таки должно быть доступно. И, в принципе, на современном уровне цен на детский спорт в целом, на разные направления, вот, я думаю, что гимнастика – это один из самых бюджетных и доступных, с чего можно начинать. Индивидуальный подход к каждому воспитаннику, профессионализм тренеров, авторская и безопасная методика обучения и последовательная работа на результат – это ключевые моменты, чтобы добиться успеха в таком изящном и грациозном виде спорта. Мы настоящие. Мы просто настоящие. Без подвыпадвертов, без каких-то подземных подводных камней. Все в прямую, общение с родителями. У нас имеется сайт, на котором указаны все действующие контакты и удобные способы связаться с нами. Кому-то удобнее позвонить по телефону, который всегда доступен. Вот. Кому-то удобнее написать. Вот. На любые вопросы мы всегда ответим, проконсультируем, расскажем, как, во сколько, куда прийти родителям, как одеться, как привезти и подготовить ребенка. А на сегодня это все. С вами была программа «Станция спортивная» и ее ведущая Арина Лукьянцева. Будьте здоровы, занимайтесь спортом и обязательно попробуйте себя в художественной гимнастике. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!